мы семья ладок вместе мы как семья и так давно но вместе мы уже больше четырех лет всем привет я влад мигульский а это моя прекрасная девушка анастасия мы вместе почти четыре года почти четыре года прекрасных чудеснейших волшебных четыре года компании знакомых просто так получилось что валерия пришла оказалось в нужном месте пришла в таком наряде конечно я не смог стоять конечно я был как всегда красивый спортивной одежде спортивной майки и шортах это было лето а я была в белой шляпе и в белом брючном костюме ну и все и при буквально через две-три минуты знакомства я начал целовать ее руки первое знакомство она меня вообще даже не запомнила я не видела она сидела в телефоне там разговаривала я подошел я был первый раз незнакомом городе где девушка здравствуйте она должна меня внимание обратила какими-то банальными фразами от меня откинулась и я пошел по своим делам но она даже не помнит а я ее помню ну то есть когда мы уточняли как мы познакомились у него была одна версия мне 2 ну а так потом уже она меня узнала ну познакомились мы уже просто варе я за водой заходил там воду попить тут ладно ваня каждое утро сейчас готовит сам себе завтрак потому что я с малышкой ну сейчас да я не помню когда ты готовил завтра у меня просто есть вдохновение по утрам ну там что-то приготовить но я стараюсь какое вранье согласен сейчас мы просто разделяем обязанности но да на самом деле готовлю завтраки я по большей части потому что влад водит амели в школу влад очень вкусно готовит омлет с крабами палочками человек не ела крабы палочки до меня не знала что это такое ну так как голливуд я просто не думала что можно жарить крабовые палочки да еще с яйцом на сковороде для меня это казалось просто что-то неправильное а я какой завтрак что самое любой завтрак вкус находит здесь но тут сложно что-то сказать но периодами на самом деле это какой-то схемы нету что да что я вот такой романтика она не романтичная нет вот просто как-то вот в моменте я могу быть романтичным что-то там делать какие-то скажем так движение на встречу а иногда это может быть моя жена любимая я такой о с тренировки пришел у меня дочка здорово очень старается он очень старается меня удивлять ему кажется что как у меня один раз было интервью и мне спросили можно ли меня напугать мне нельзя ничем напугать мне кажется каждый раз и удивляет однажды я сделал романтический ужин она ничего не съела он он купил все то что я люблю там было абсолютно все мандарины конфеты любимые мясо любимое это все было на одном столе это было не то что подача это все было сразу вместе но я много не ем пять звезд мишель она была да но это было очень круто для меня такого никто не делал она обожает мандаринки однажды мы зимой поехали за мандаринами я проехал на красный это были самые дорогие мандаринки нашей жизни ну тут совпало они шутят постоянно то есть у нас в целом семья живет с улыбкой но ваня это 24 на 7 то что бы ни случилось даже если будет самая жесть я так вот сяду так ну а ваня все равно пошутить этот момент но и это хорошо он разбавляет этот стресс периодически поэтому это понятно и очевидно у нас корни разный юмор просто в корни разный есть мемы которые я могу владу скинуть в инстаграм есть те которые не могу и те которые могу и буквально два есть друзья которым я скидываю нереальное количество мемов влада ничего не понимает вот мы поняли сто процентов я даже не буду скрывать ваня очень сдержан и блин ты очень мудрый потому что я могу вспылить бывает часто особенно сейчас на фоне усталости с ребенком ему попадает но он всегда держится молодцом и я но он научился с этим жить что за мужчина такое что не может держать свои эмоции под контролем мире я уже нас очень давно знаю и понимаю что но если она даже вспылила она успокоится и потом придет какому-то верному умозаключению поймет она не права или или права ну да да нет я пару раз обижалась на него и следующая его реакция тут нужно было подойти он просто засыпал все и до утра и это было очень грустно на самом деле это лайфхак для мужчин если кто-то просто на тебя разозлился ушел в другую комнату ты берешь у доктора таблетку снотворного и типа ты об так и было никогда не планируем и все всегда спонтанно на самом деле очень не знаем вообще в целом чтобы взрослых когда погнали там куда-нибудь там загород кататься на санках погнали то есть мы можем так собраться за полчаса и уехать причем причем даже в другие города мы так не собирались не с дочкой то есть нам собраться там что-то там я легать сколько тебе времени надо 5 минут накрасила за 2 у нас было такое что мы как-то меняли город мы за 6 часов собрали всю квартиру и полетели поэтому тут можно тоже вот так сделать никто конечно я она но если есть выходные конечно мы что-то планируем не всегда он хочет делать то что я его прошу ему хочется полежать дома наверное мы профессионально ходим за продуктами влад очень круто упаковывает продукты в один мешок когда он потом его тянет он рвется по швам но это один будет пакет на один мы не возьмем два никогда но там будет просто как конструктор когда разбираешь там все идеально я так не могу у меня в галерее там куча фотографии она идет с пакетами с этими там с порошком пакет 1 2 порошок да он мне никогда не дает носить ничего вообще ничего не будет ли 5-литровый она идет сзади фотографирует и потом показывает да но я не волнуюсь перед играми вообще это моя работа и нет такого что я мандражирую нет я знаю что у меня будет игра я готова с к ней подхожу как бы правильно с умом поэтому я не не переживаю жена наверно переживает там за как я сыграю как команда первую очередь как я надеюсь да на самом деле больно переживаю на некоторых игр это ходило до того что когда вы были одни из последних игр 4 овертайма 333 мне кажется я 4 пережила я в конце просто расплакалась потому что такая досада была вот просто ну как бы я-то переживала за влада за команду но частичка меня каша была рада что могилёв выиграл потому что это мой город но с другой стороны как бы нет я очень расстроена была и каждую игру войти как больно переживаю и всегда мы с владом списываемся после он спрашивает мое мнение для чего бабушка которого очень переживают у нас там битва бабушек моя бабушка и влада бабушка они просто бесконечно пишет комментарии господи какие же вы просто вы поднимаете активность страниц нереально ну не то что не я не переживаю но профессиональное переживание то есть переживать надо когда уже ничего не сделать а если есть возможность исправить работать и искать пути красавчик но тут как бы а как подруг но для меня для меня это вполне естественно и у меня у родителей папа как бы это главный мужчина но как бы все совместные решения все равно вместе с принимаем но то есть нет такого что в антику так все я решил так делаем то есть обычно все равно все вместе все совместно какие-то там планы желания поэтому точно он он серьезнее в жизни чуть-чуть пусть будет главным он но все важные решения наверное все равно принимает влад ну скажем логистика всего особенно если это мы куда-то уезжаем мы летали отдыхать и честно говоря я вообще не заморачивалась не запоминала ни маршрут ни с чего я живем в Шеремесево периодически ну как мы очень большой аэропорт очень много движения всякого я просто там знаю куда можно пойти побежать где вода дешевле где можно попушить вкусно ну именно в аэропорту и это тоже ну я же вообще неженка я девочка я говорю всегда что я люблю и правда его очень я тебя люблю она просто наверное не так романтично как она это делает спец не знаю мы вместе мне кажется для меня это очень много проявляется там ее заботе в ее внимание и переживания я то это распознаю как ее признание в любви не допустим я знаю что ей это важно чтобы я это часто говорил и но он говорит это всегда мне несложно сказать я тебя очень волшебно интересно нас полностью с тобой обрежут мы семья ладок здравствуйте на семья ладок до свидания